Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ты чем будешь? С ягодами? Я с медом Спасибо Я думаю, что лучше маме подарить на день рождения Видела в магазине массажер Для лица такой с насадками, знаешь А еще можно Какой-нибудь красивый балантин, платок или шаль Она ведь любит такие вещи Алешка, давай ты вот Как решишь, так и будет Это будет лучшее решение Кофе Сиди, 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 поешь Я принесу сейчас Мама захондрила чего-то Опять говорят, не надо, не надо мне Никаких праздников Не буду ничего отмечать Как обычно Она всегда капризничает перед днем рождения Да Это точно Мне почему-то эта песня нравится А до иной ей причины Чтобы вам на свете отдать Кошмар Какой Вы не слышите, как бьется сердце Я не понимаю, зачем с тарифой это показывают Чушь И так хочет согреть и согреться Алеш, а давай маме день рождения у нас справим Я наготовлю всего Ты и сама приготовишь Когда ты успеешь У тебя же на работе запар Вадим, когда мы услышим ваши новые песни Увидим новые клипы Я думаю, что многие были бы рады Видеть вас вновь на сцене Вы понимаете, милая девушка Дело в том, что Вдохновение, оно не приходит по расписанию А что же нужно для вдохновения? Любовь Ну что у вас, как у тебя заканчивается В шесть, пол седьмого Слушай, а давай, кто первый закончит, тот и позвонит И тогда уже будем решать Я могу купить фрукты? Ага Да? Да Значит, сюрприз с мамой делаем, да? Да Ах ты моя умница Хорошего дня Тебе тоже Все успеем Люблю тебя До вечера Пойдем Здрасте Здрасте Спасибо, Алена, что в такие короткие сроки Подготовили документы для переговоров Партнеров почти все устраивает Ну, а детали, как говорится Предмет обсуждения Алена Леонидовна, у нас волшебная Палочка-выручалочка Это моя работа Да, Алена Если сделка состоится, можете рассчитывать на серьезный бонус Спасибо, Дмитрий Петрович Да, а вы, Дина, готовьте документы для прессы Наши партнеры должны знать Мы выходим на международный рынок Сделаю Один вопрос Да Насчет дни рождения компании А, да, ну, конечно Готовьте смету Готовьте программу Надо же как-то поощрить людей Устроить праздник Все Свободны Я побежала Ну, что, Алена Леонидовна, приятно, что старик вас ценит Всегда приятно, когда тебя ценят А знаете, кто ему про вас напел И рассказал, что именно вам надо поручить этот проект Я догадалась, спасибо Дина ждет меня обедать Слушайте, никуда ваша Дина не денется Давайте сегодня мы пообедаем вместе Я угощаю Мой муж, я думаю, будет против Слушай, я же не мужа приглашаю А я без него никуда не хожу Потому что хватит заливать Видел я твое дело у бодровиков И нет у тебя никакого мужа У меня гражданский брак, Николай Николаевич Это не считается А для меня чувство Важнее штампа в паспорте Так, что же он на тебе не женится Если чувство, а? Дайте пройти Видел у немцев Новые цветовые конструкции появились Мягкие, гибкие, не очень большие И цветовая гамма, кстати, побольше, чем у поляков Ты губы-то не раскатывай А не знаешь, насколько дороже? К договору нам никто ничего не прибавит Ничего, сейчас прибыль немножко потеряем Зато качество-то совсем другое Да, красиво, конечно А я тебе о чем? Как-никак детский комплекс Да Вы-то когда своих заведете? Макс, давай не будем Я детям как-то Дурак что? Дети это же... Макс, я прошу тебя Только ты мне не пой сейчас Что это единственное, лучшее в жизни Только ради этого стоит жить А что, я бы успел Макс, я считаю, что Детство полно Обид и разочарования Ничего там хорошего нет Ты молодец У тебя трое счастливых детей Да, я молодец У меня чего-то в душе не хватает У меня куда-то отцовской жилки Не могу я себя представить В роли папаши Кстати, о детях Помнишь, что у нас пятница? Чего? Кристины у младшего А, да Ну что, цветовая Мы с Аленкой приедем обязательно Давай решать Мы связываемся с немцами, Лиза Ну, конечно Прискнем, Лиза Смотри, какая красота Аккурсивная Ну, как у тебя с Николаем? Ты с ума зашла? А что, хороший мужик Поверь моему опыту Я сразу вижу Развеялась бы А то у тебя дом, работа, работа, дом Да, дом А дом, Олег Только не рассказывай мне о том Что у вас там страстная любовь Вообще, обязательно стресс должно быть Мы любим друг друга Угу Олег и меня А я его Угу Меня уважают Алена, тебе 35 лет Ну, скажи честно Неужели тебе не хотелось такого чувства Чтобы обо всем на свете забыть Чтоб душа пьянула Чтоб не по земле ходить и летать Хотелось Но Николай, это не про это При чем здесь Николай? Я тебе про мечту говорю Знаешь Был бы у меня маленький И что? Тебе не нужна была бы любовь мужчин? Ну, не говори ерунды Знаешь, Дима, вся эта наша моя та женская То, что у нас детей нет Угу Ну, только у меня Ребеночек Мальчик или девочка Я бы эти пяточки розовые С маленькими пальчиками Макушечку с пушковым мягеньким Зацеловала бы Ничего на свете не надо было бы Я бы каждый день просыпалась и говорила Спасибо, Господи, за чудо Да, Олег Я иду домой Звоню маме Целую Олеж Скажи мне А ты когда-нибудь влюблялся так, чтобы забыть обо всем на свете? Чего? Влюблялся так, чтобы забыть обо всем на свете Дурочка Ты чего, ты ревнуешь меня, что? Ой, Господи Моненькая ты моя Да я не ревную Ну, что ты У меня просто много работы У нас с Максом три проекта Поэтому я немножко задерживаюсь, устаю Угу Ты мне веришь? Верю Ну, скажи Я влюблялся А вот, чтобы Не по земле ходить, а летать Милая, я мужчина Я должен крепко Стоять на ногах Ты моя любимая женщина Она на меня опереться Беспокойной Уверенной в завтрашнем дне Я тебя очень люблю Ленушка Слушай, а остальные украшения куда повезем? Ну, куда тебе нравится? Ну, куда нравится? Ты мне конкретно покажи местечко Ну, ты смешной, а? Ты же на работе целые площади оформляешь Улицы Дома шарик повесить не можешь Муж, я хочу, чтобы ты мне показала Без тебя не справлюсь Ну, вот сюда вешай А Чтоб со стороны стола видно было Вот как это? Вот так Слушай, ты какую вену купила? Мама красная не пьет? Белая Умница-то моя Ты думаешь, я не выучила за пять лет, что пьет и ест твою маму? Умница Просто капризничает Ну, так бывает Знаешь, мне кажется, она тебя очень любит Ну, знаешь, так бывает в жизни С детьми строг на словах А в душе очень любят Не знаю Олеша, может быть мы Уже своего ребенка родим Ну, и будем знать, как с ним Алёнушка, ну Зачем опять эта тема? Много раз ведь говорили Не надо Алёнушка, ну не надо Ну, я не понимаю, Олеш Мы друг друга любим Любим Живем хорошо Почему мы не можем родить ребенка? Потому что Не все люди созданы для того, чтобы быть родителями Я не вижу себя в руле отца Понимаешь? Ты будешь очень хороший, папа Мне надо работать Пойду Письмо немцам пишу Извини Олеша Здравствуйте! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Спасибо! Спасибо. Давай, девчонки, я как-нибудь взятая. Давай, тебе подпустить? Алло. Мама, мы тебя очень любим и поздравляем с днем рождения. И вот хотим подарить тебе эти подарки. Дети, лучший подарок вы уже сделали. Это ваше внимание и забота. Нет. Я отказываюсь принимать подарок. Вот тебе, мамы, никакие материальные блага не сравнятся с моим желанием, чтобы сын был счастлив. Мамут, посмотри на меня. Счастливее не найдешь. Я счастлив? Нет. Что это за счастье, когда я не знаю, что сказать соседям и друзьям? Все же спрашивают, когда Олежек женится. Когда будут внуки. Да-да-да, ну пора-пора. Уж заждались. Мама, ты хочешь, чтобы твой сын был счастлив или ответить что-то соседям? Нет. Ну, мама, мама, в общем-то, провал. Мама, мама! В общем, так. Подарок нам нужен только один. Дата вашей свадьбы. Свадьба. Свадьба! Свадьба! Сколько можно? Сколько можно? Мы уже давно породнились семей. Я понял. Это родительский заговор, да? Да. Ну, что вы смотрите на меня? Я хоть завтра в ЗАГСе. Вот! А-а-а! Свадьба! Молодец! Свадьба! 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 Потенциальную невесту никто не хочет спросить? Ну, ты, дочерь, меня удивляешь. Пять лет не спрашивали. А теперь… Да, Олежка у нас как родной. Да, Олежек? Потенциальная невеста. Я тебя спрашиваю. Ну, давайте выпьем что-ли. И котлетки мои фирменные. Олежек, добрый день! Ура! Добрый день! Здоровья! Дина, уговори свою подошку. Ура! Конечно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алё! Алё, Алёнушка, слушай. По-моему, хорошо посидели. Родители смешные с этой идеей. По поводу женитьбы. А по-моему, они правы. Надо бы нам с тобой пожениться. Как ты думаешь? Какая разница, женаты мы или нет? Не понял. Ты все равно не хочешь иметь детей. Алёнушка, ну, по-моему, это упрямство. А? Ну, чего ты заладила? Алё. Подожди. Ты просто хочешь, чтоб было все по-твоему? Как мне тебе еще объяснить, чтоб ты понял? Дин, 35 лет, а у меня биологические часы не тикают, а гремят. Вот я тебе и говорю, такими мужиками не разбрасываются. Предложил в ЗАГС. Иди в ЗАГС. Я-то хочу ребенка. Давно хочу. Ну, и в сорок лет рожала. Ну, прожила же ты как-то до 35 лет. Дин, 35 лет я занималась карьерой и деньги зарабатывала. Понимаешь, я тебе чуть-то не так просто найти надежного человека. А Олег и надежный, и порядочный. И получается, из-за него я должна попрощаться с мечтой о ребенке. Ну, заведете щенка. Да ну тебя. Алёна, ну не будь ребенком, ты же взрослая современная женщина. Ну, неужели ты думаешь, что счастье и цель женщины в детях? А в чем? Не пойдешь в ЗАГС? Ну, не пойду. Алёна, Алёна, ну подожди. Так, госпошину наплатили? Вот, наверное, вот это. Ага, пожалуйста. Вот здесь ваша подпись. Так, Алёна Леонидовна, пожалуйста. Ваши паспорта. Вот здесь, да? Да. Ну, давайте, смелей-смелей. Мы в первый раз. Все, ждем вас через месяц на церемонию. Всего доброго. Спасибо. Пойдем. Спасибо вам большое. Угощайтесь. Дети, давайте за стол. Угощайтесь, пожалуйста. Мы, наверное, пойдем, нам уже спать пора. Да, мой хороший? Пока. Да, скажи пока всем. Скажи, тетя, пока. Пока-пока всем. Давай-ка, давай-ка, ну-ка виноградинки давай. Кто быстрее сейчас виноград? Давай, давай. Давайте поздравлять нас. Поздравляем. 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 Макс, а кто-то? А где Алёну? Не знаю. Алён. Алён. Алёнушка, ну… Алёнушка, ну… Алёнушка, пойдем там. Ну, неудобно как-то. Ну, Макс тост говорит, а мы с тобой забежали. Ну, почему ты платишь, Алёнушка, ну? Ты специально меня сюда привез, чтобы я мучилась, чтобы смотрела на этих счастливых детей и их родителей. Алёнушка, ну, кто тебе сказал, что вот они счастливы? Алёна, пойдем, пойдем там. Да, Дина. Алёнчик, ну, ты где? Привет. Про тебя директор уже спрашивал. Да. Перенесите вот эти шары туда, ближе к сцене, да. Послушай, это корпоративная этика, а не просто развлекалочки. Ну, ладно, ладно, хорошо. Я тебя жду. Целую, да. Динечка, ты меня целуешь? Рыбка, торти на тот стул. Тебя целует. Ну, и здоровья, ты молодец. Спасибо. Алёна, Алёна, это навязчивая идея с ребенком. Ты просто зациклилась, понимаешь? Почему мы не можем жить вдвоем и быть счастливыми? Черт возьми, надо придумать обязательно какие-то проблемы, Алёна. За твоему желанию родить ребенка, это мои капризы. Ну, зачем ты вот сейчас хочешь поругаться? Ну, объясни мне, пожалуйста. Алёна, Алёна, давай поговорим. Ну, ну, скажи мне. Что? Ты не слышишь меня. Ты не понимаешь, что я чувствую. Я тебя умоляю, возьми себя в руки. Алёна. А ты не замечаешь, что в последнее время я каждый раз только и делаю, что держу себя в руках? Каждый раз, когда речь заходит о ребенке. Вот именно, не надо заводить этот разговор. Этот вопрос решенный. Это ты сам решил за нас, быть мне матерью или нет. isn't it? Вас в прошлом нет. settle в своем мире, в своем мире. Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Вадим Хостров. Желаю процветания вашей компании. Хорошего вечера. О, Алёнечек, привет. Так, держи. Здравствуйте. Держи, держи. Ой, да я не пью, что-то не надо. Да ладно. Такси вызовем, оставишь машину. Завтра заберём. Ну чего ты такая кислая? С Олегом в руках. Ой, да ладно, помиритесь. А я не знала, что он здесь будет. Как его зовут, я забыла. Вадим Хостров. Сбитый лётчик шоу-бизнеса. Вообще-то должна была быть группа «Жара». Но они в последний момент нас кинули. Наверное, он тот перекупил. Предложили вот этого. Зато дешевле. Жакрил. Тебе всех жалко. Я хочу с тобой не пожалею больше. Снова шепчет о любви. А вот и криво было. Потанцуем. Алло, Леонидовна. По золоте пригласить вас на танец. Николаевич, я не танцую. Я не хочу танцевать. Я не хочу танцевать. Мы расслабимся. Мы болеем, вы пьяный. Я прошу, один танец. Идёте себя очень некрасиво. Алло, Николаевич. Что бы вам всё на свете отдать. Вы не слышите, как бьётся сердце. От волнения еле дыша. И так хочет согреть и согреться. Одинокая эта душа. Всё на свете поймёт. Ни за что не осудит. Если женщина ждёт. Если женщина ждёт. Если женщина любит. Скандалить не надо, да? Тебе же это ни к чему. Здесь же все свои. Разрешите. Пожалуйста. ЗВУЧИТ 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 Всё на свете поймёт. Ни за что не осудит. Если женщина ждёт. Если женщина любит. Если женщина ждёт. Не за что не осудит. Молодец. Если женщина ждёт. Если женщина любит. АПЛОДИСМЕНТЫ Д zombie Давай нашеньку! Ну, ладно. Я вроде отошла, поеду. К колечке к своему поедешь? Ну, а куда? Ты сама говорила, мы взрослые девочки. Хватит витать в облаках. Слушай, ты знаешь, мне кажется, этот Вадим на тебя запал. Он здесь вечер на тебя смотрит. Звук сошли. Да ладно, это я так. Я знаю, что ты не способна на авантюры. Такси вызвала? Да я поймаю на улице. Совсем забыла. Меня же шеф просил подойти. Со мной так никогда не было. Мы никогда не танцевали с незнакомыми женщинами на сцене. Я вам не верю. Я сяду? Можно? Глаза. У вас такой взгляд, вы смотрите как будто прямо в душу. Правда. Знаете, я не верю в комплименты. Я совершенно не умею делать комплименты. Я на самом деле терпеть не могу такие сборища. Я тоже. Мне кажется, когда люди собираются вот так коллективно, в них пропадает искренность. А по-настоящему искренним человек может быть наедине с собой или с любимым. А вы знаете, когда человек абсолютно искренний? Когда? Когда он с ребенком. Потому что дети не выносят вранья. Удивительно, вы как будто считаете мои мысли. Может быть, мы мысли одинаково. Приятно было познакомиться. Мне пора. Что вы так? Просто уйдете? У меня такого никогда не было. Девочка моя маленькая. Мне пора домой. Нет. Сегодня на автобус. Ну, а чего ты? Может, еще чеку попьешь? Нет. Нет. Аленка плохо себя почувствовала, мы на ее машине были. Вот. И поэтому я на автобусе сегодня. А как же она поехала-то, если ей плохо-то? Вот добралась. Она мне позвонила, все нормально. Так что… Плохо себя почувствовала? Ты о чем я подумала? Нет. Аленка не беременна. Ладно, Олежка. Удачи. Спасибо. Ребята, мы тоже поехали. И, Олег, мы же на машине можем подвезти. О, ребята, мне просто спасибо тебе. Спасибо, что приехали. Спасибо вам. Счастливо. Просто Аленка заболела. Поздравляем. Позвони на второй. Давай. Поздравляем. Рыбандо. Перед коронавируем. March Mys wide. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Динка, привет! Слушай, ой, простите, я разбудила? Ой, я знаю, что выходной знаю. Я не могу сейчас ехать домой. Я тебе потом все объясню. Ну, в общем, можно я сейчас к тебе приеду, а? Ну, спасибо. Еду. Ну что, Гулина, отошла? Ой, спасибо, Дин. Просто надо было в себя прийти. Да, и привести себя в порядок, чтобы быть опять похожей на добропорядочную невесту. Молоко будешь? Сахар? А, я забыла, ты же без сахара пьешь. Олег уже раз в десять звонил. Я вообще боюсь смотреть на свой телефон. Да ты не бойся. Я ему сказала, что у тебя голова болеет, что я тебя привезла домой, уложила спать. Так что все нормально. Ой, он так волновался. Само не знаю, как так все вышло. Ой, да ладно. Не переживай. Скажи, тебе хорошо было? Скажи, хорошо? Было? Да? Было? Мне еще никогда в жизни не было так хорошо. Ну, конечно. Тебе везет. Ты красивая. Да ладно, я с тебя так рада. Главное, что было хорошо. Это главное. И все. Ешь, ешь. Давай, ешь. Да и что теперь делать? Да ничего. Одеваться и ехать домой. Как домой? Тогда у вас что было? Ну, что? Слушай, хочешь новый кремчик? Ты забыла, что у тебя свадьба? Через месяц. О, понюхай. Ничего, запах. Дима. А я Вадиму даже что, телефон не оставила. Ну и слава богу. А то с Делой бы сейчас переживала. Угу. Почему он мне не звонит? Альбонушка, привет. Как ты себя чувствуешь? Как твоя голова прошла? Угу. Фу, я так волновался. Ты прости меня, пожалуйста. Я вчера по-скотски себя вел. Нарал на тебя. Давай. Спасибо. Заставил тебя нервничать. Давай мириться. М? Мир, мир, навсегда. Сор, сор, никогда. Как тебя люблю. Какая ты у меня красавица. Слушай, ты, хорошо, что ты пришла. Потому что я пытаюсь приготовить завтрак, но у меня не совсем то получается. Вручай. Олег, я... Что, Рады? Сейчас помогу приготовить тебя. Ага. Спасай. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Зачем нам платить бешеные деньги бездарным поэтам, когда есть Шекспир? Пью. Влюбился. Я всегда поражался твоей проницательностью. А ты знаешь, не надо быть особо проницательным, чтобы понять, что если ты не возьмешь себя в руки, я же не смогу тебя пристраивать даже на такие малобюджетные корпоративы, как вчера. Понимаешь? Не говоря уже о новых дисках, гастролях и вообще возвращению к подножью, Олимпа, в шоу-бизнес. Понимаешь, если ты плохой директор, это не мои проблемы. Я исполнитель, я выхожу, играю, пою. Все. Ну, тебе не надоело вот это Алдыщи все одно и то же, а? Тебе не надоело? Если, если не будет пиар-поводов, если не будет новых хитов, ты можешь переучиваться на водителя троллейбуса. Вот давай, иди и переучивайся. Слушай, давай сядем, поговорим, а? Ну, вот что мы можем сделать? Ну, давай подумаем, что мы можем сделать? Ты был звездой номер один. По тебе вся страна сходила с ума. И, кстати, тогда вот ты не имел претензий ко мне, как к директору. Вадим, успех – это один процент таланта. Один. Это три процента удачи и… Слушай, ты меня достал. Все. Извини. Ты бы жене с дочкой подумал, а не привыкли к определенному уровню жизни, статусу. А теперь Ильика крутится, как может. Потому что она тебя любит. Любит тебя. Но она всего лишь жена, женщина. Сонечку теперь, наверное, придется переводить из частной школы. Слушай, а вот это запрещенный прием, что касается Сонечки. Договорились? Запрещенный прием? Это думать только о себе, что ты делаешь. Ах, у меня нет вдохновения. Я не хочу, чтобы вы вообще разговариваете. Мне пора, меня ждет Лика и Сонечка. Пока. Пахать надо, Вадим, пахать, а не вдохновение искать. Не буду подочнять, какими способами. Лена Леонидовна, мы с Дмитрием Петровичем ждали вашу Смету к двенадцати. И кажется, вы были об этом осведомлены. Извините, я просто… Да, по-моему, ваши извинения сейчас неуместны. Через двадцать минут Смета будет готова. Я сейчас все подготовлю. Я надеюсь только, что в ней не будет ошибок из-за вашей спешки. Сейчас я на зеленых… Ах! Ну, что-то там надо поправить нам. Вадим, ты мне нужен на пару минут. Ну, мам, мы играем! Мам, мы играем! Это всего лишь на пару минут. Пойду, маме, нельзя отказывать. Она же у нас строгая. Да? Сейчас вернусь. Хорошо. Вадим! Почему всего пару минут? Вадим! Ликонька, я всю ночь был на своей студии. Делал новые наброски. Потом приехал Валя. Сказал, что будет очень много интересной работы сейчас. Шквал предложений. Я разговаривала с Валентином. Нет никакой работы. Никаких предложений. Ни интересных, никаких. Вадим! У меня заканчиваются деньги. Я молодая, красивая женщина. Я продаю свои украшения. Это унизительно, Вадим. Слушай, ну, будут деньги, буду найду я кучу денег. Мы должны половине города. Но есть и другие города. Вадим, если ты не возьмешь себя в руки, если не изменишь положение, то я... Послушай, что вы все набросились на меня? А? Ну, я же не сивка-бурка по свистку, шлягеры выдавать. Я творческий человек. Сейчас у меня такая полоса. Очень длинная полоса. Да, но она когда-то закончится, Лика. И опять будут деньги, бриллианты. Все. Хватит. Я забираю Сонечку, и мы улетаем. Куда? К моим родителям в Майами. А ты оставайся здесь. И делай здесь, что хочешь. В Майами сейчас тепло. Улетаем в Майами, мои хорошие. А я забираю Сонечку. Вадим! Все. Уходи. Ликонька, все будет хорошо. Хорошо, я тебе обещаю. Мама самая лучшая. Все хорошо будет. Моя принцесса, любимая. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Ты любишь папу? Тебя тоже очень люблю. Я побежал. Алена Леонидовна, я вот все думаю, нам надо все-таки поговорить и прояснить, так сказать, наши... Все нормально, Николай Николаевич. Не надо ничего прояснять. Тогда, может быть, кофе взбодрится, так сказать, после тяжелого рабочего дня и... У меня очень болит голова. Я хочу поехать домой и прилечь. То есть, не хотите проявить ко мне никакой чуткости? Аленка, идешь домой? Николай Николаевич, рабочий день закончен. До свидания. Извините, Николай Николаевич. Ой, вот зануда, а! Угу. Поживись его. Ну, пойдем. Давай, 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 догоняй. Алёна! Алёна! А то увидит. Мне все равно. Я боялась, что больше не увижу тебя. Я не мог потерять тебя. Прошу, принцесса. О, сколько цветов! Как красиво! Ты волшебник. Это мои любимые красные розы. Как ты угадал? Я почувствовал. Ты волшебник? Ты волшебник? Олежа! Ты волшебник. Ты волшебник. Аленка не может ответить. Она сейчас доклад делает. Ах, вот ну что. То есть… А, ну, подожди, какая работа? Одиннадцатый час. Какой доклад? Да вы не знали, что так затянется. Ну, ты передавай ей, что я звонил, волнуюсь, жду. Да не волнуйся, все в порядке. Ну, хорошо. Давай, пока. Я не могу жить без тебя. И что мне делать? Целовать меня. Подожди. Подожди, ты куда? Это очень опасно. Ну, сейчас. Извините, девушка, а можно мне покрутить? На, пожалуйста. Не бойся. Как тут надо? Вот так, да? Да-да-да. Во! Вот так. Вот так! Хочешь попробовать? Давай! Ура! Ещё щи-щи-щи-щи! О, давай! Давай, давай! Давай, давай! Голос в банке! Хочешь! Хочешь! Да. Аленечек, ну ты хоть предупреждай, когда тебя отмазывать надо. Хорошо, что я вовремя сориентировалась. Извините, нуль. Спасибо, что выручила. Так все неожиданно вышло. Я счет времени потеряла. Понятно. Сегодня опять на свидание поедешь? Да ты хоть Олега предупреди. Ну, придумай что-нибудь. Ну, собери мозги в кучку. Интеллект включаем. Нет. Сегодня я к маме. Ну, что ж ты опять столько натащила? Ну, что вы здесь, голодная что ли? Да мне не тяжело я на машине. А мать как чуяла, печенье напекла. Чего это я чуяла? Да я знала, что каждую среду она к нам заезжает. Кушай, доченька. Спасибо. Садись уже, я сама разберу. Садись. Спасибо. Аленка, а ты, честно, не заболела? Да нет, все нормально. Устала на работе немножко. Ну, а может ты, дочь, ну, того положения, скажи нам с папой? Да нет, я б вам первым и сказала. Ну, что ты пристала к ребенку, не видишь? Волнуется девочка перед свадьбой, да, Алешка? Конечно, свадьба, хлопоты, да. Я поеду. Олег, наверное, с работы уже придет скоро. Ой, подожди, 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 сейчас я вам с собой возьму. Покушайте, покушайте с чаем и ты это уже ешь. Смотри, какая худая какая. Так, все, кушай. Спасибо. Проводите меня. Покушайте, конечно. Ты там осторожно на дорогах-то, вообще скользко, слышишь? Ой, ты моя друженица. А? Алёнушка, между прочим, нельзя так много работать. Но я понимаю, что важный проект, но все-таки надо себя поберечь. Ой, ты моя родная. Слушай, ты помнишь, мы в воскресенье, днем к родителям? Угу. Ты извини, я пообещал, что ты что-нибудь испечешь к чаю. Ага. Ой. Только осторожно. Я сейчас пасы перенесу. Подожди. Я сама. Ты под воду промой. Алёна, что с водой делать? Алёнушка, эсэмэска пришла. Алёнушка, воду я выключил, правильно? Алёнушка, номер неизвестный какой-то. Это Динкин номер новый. Потерялся? Алёна, у неё возлюбленный появился. Диньки возлюбленные? Не слышал. Чего? Диньки возлюбленных чувствах. Все в расстрюканных чувствах. Понятно. И чего? Ага. Ты знаешь, рыдают. Просит переехать. Отойди. Слушай, ну, чего ты бросилась? Весь мир спасает. А ты газ выключил, что ли? Да. Я думал, надо выключить. Ну, куда ты? Поспала бы лучше. Слушай, суд будет готов через семь. Ты выключишь. Ну, конечно. И прогу вчерашнее. В холодильнике разогреешь, ладно? Обожаю вчерашнее. Динке привет. Ты позвони мне. Привет. Это тебе, моя принцесса. Спасибо. Привет. Я не видела тебя всего один день. А как будто не живая хожу. Так соскучилась. А мне как будто воздуха не хватает. Я без тебя задыхаюсь просто. Куда поедем? Тебе понравится. Тебе хорошо? Тебе не надо думать об этом. Держи. Что это? Билеты. Петербург, Черноморск. Черноморск очень красивый город. Ты приглашаешь меня путешествовать? Ты согласна? Ничего себе! Черноморск – это не просто город. Это… В общем, я там родился, вырос, там живет моя мама. Ты уверен, что хочешь познакомить меня со своей мамой? Да. Так, да. Я вам звенoue. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова